Все это говорит о том, что есть проектный подход по демонтажу Ближнего Востока, и вот эта вся масса, построенная на религиозных принципах, салафийских принципах, она должна двинуться в сторону Афганистана, Центральной Азии, дестабилизировать Центральную Азию, Синьцзянь, и со стороны Пакистана. Соответственно, получается, существует проектный подход, когда мировые державы проектируют, понимаете, дестабилизацию на обширном регионе. Мы должны отслеживать ситуацию, потому что нам кажется, что Сирия это далеко, Пакистан это далеко, ничего подобного, это все рядом, и все эти боевики являются, большая часть боевиков иностранцев являются нашими же соотечественниками, понимаете, узбеками, уйгурами, таджиками, возможно, даже Кыргыз есть, потому что в Афганистане в рядах ИДУ там есть сотни Кыргызов. Поэтому вот такие анклавы, как СОХ, узбекское население, которое, понимаете, находится, понимаете, как бы в таком состоянии, когда не контролируется ни Узбекистаном, ни Кыргызстаном, они очень удобные, понимаете, фокус-группы для дестабилизации ситуации. Я думаю, смотрите, какой прогноз, с моей точки зрения. Сейчас, после того, как дестабилизирован Ближний Восток, после того, как состоялся демонтаж крупнейших арабских государств, вот эта масса боевиков, так как там сложилась патовая ситуация, она двинется в сторону Афганистана. Афганистан — это серая зона за время присутствия западных войск, я имею в виду американских, НАТО. Там сложилась такая ситуация, когда, скажем, состоялся демонтаж афганского государства, и вот это вся аморфное пространство, оно будет использоваться для того, чтобы эти массы двинулись, понимаете, с Пакистана двинуться оттуда, двинуться от Сирии. После ухода американцев талибы возьмут власть. Талибы — это пуштуны, понимаете, этнические пуштуны. А Хамида Карзая поддерживал Северный Альянс. Это этнические узбеки, этнические туркмены, таджики. Следовательно, пуштуны, придя к власти, они будут вытеснять, понимаете, афганских тюрков, афганский Туркестан — это север Афганистана, Северный Альянс, в нашу сторону выдавливать. Потому что пуштуны, они должны взять центральную власть. Соответственно, все эти исламские движения Узбекистана, все эти группы, которые, они будут выдавливаться границам, скажем, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. Поэтому не зря Ислам Каримов беспокоен этими бандформированиями. Не зря на последнем заседании ОДКБ была высказана позиция стран, входящих членов ОДКБ, что надо уже в Афганистане останавливать, понимаете, эти интернациональные группы бандформирований, которые скоро двинутся в нашу сторону. И в этом ключе, конечно, очень опасны такие прецеденты, как СОХ, такие прецеденты, которые происходили в Оржской области, в Джалабадской области. Я думаю, что наше руководство, оно должно пересмотреть свою позицию не только в военную доктрину, понимаете, но и в сфере национальной идеологии. Вот сейчас, буквально на днях после СОХ-кого конфликта наблюдается очень опасная тенденция местного населения, Кыргызы, села, которые вокруг, которые пострадали. Они не верят центральной власти, они не верят нашим внутренним войскам и сами организовали блокаду. Понимаете, фактически получается местное население фактически само организует оборону, само организует блокаду. Это уже, понимаете, недоверие центральным властям, поэтому нужно принимать срочные меры. Конечно, вот то, что Совет обороны сейчас принял, это очень хорошо, но это надо было 20 лет назад делать, еще со времен Акаева. Время упущено, поэтому сейчас надо очень сильно работать с точки зрения идеологии, с точки зрения материальной помощи тем местным жителям, которые находятся вокруг этого анклава, работать с внутренними войсками. Вот сирийский конфликт показал очень интересную вещь. Сирия была не готова к новому типу войн, так называемые сетевые войны. Когда вся страна погружается в конфликт, во всех городах вспыхивают, везде очаги сопротивления, и там, понимаете, невозможно сосредоточить войска. Сирия была ориентирована на внешние вторжения, и у нее очень сильная армия, и они ждали и воевали, конечно, с внешним врагом. А сейчас новый тип войн. Вот этот тип войн будет и у нас тоже. А у нас тоже военная доктрина построена по советским лекалам. У нас военные крупные, знаете, танковые части, ну, есть бронетанковые части, артиллерии, все это не пригодится. Сейчас нам надо очень быстро пересматривать военную доктрину, делать упор на внутренние войска. В Сирии отсутствуют внутренние войска, вот МВД, внутренние войска. Это специфическая работа внутренних войск. Даже, знаете, нам не впрок пошел конфликт, когда вторжение произошло исламского движения Узбекистана в Баткенскую область. Понимаете, тогда, помните, была всеобщая мобилизация, Акаевым объявлено, там боевиков было 50 человек, а мы всеобщую мобилизацию резервистов назвали. И наша авиация, понимаете, она взлетела, взлетала здесь, с Каннского аэродрома, нашей МИГи. Когда они набирали высоту и выходили на точку, где находились боевики, они улетали на территорию Узбекистана, потому что это истребители. Понимаете, это полный, понимаете, не учет того, что мы находимся совершенно в этих условиях, и сейчас будут происходить совершенно другие войны. Я думаю, что, скажем, есть опасность, что, скажем, идет апробация на анклаве СОХ, вот узбекских наших согражданах, вот такого варианта конфликта, так как кыргызы не являются очень сильно религиозными, и разжечь внутри противостояние, знаете, салафитов невозможно. Соответственно, можно использовать анклавы, потому что таджиксы 100% религиозны, узбеки 100%. Соответственно, если там начнется, как бы, внутреннее противостояние с Кыргызстаном, да, дестабилизация, то как раз оттуда, с Афганистана своим единоверцам салафиты и будут прорываться. Я думаю, идет отработка таких сценариев. Вот когда американцы выведут свои войска, будет такой сценарий. Они оставят только ключевые базы, определенные, закрыты. Там даже будут находиться не войска, а ЧВК. Это частные военизированные компании. А вся территория будет контролироваться через беспилотные летательные аппараты, ППЛА, которые они сейчас с успехом использовали в Пакистане. Все это прошли, они тренинг, понимаете. В смысле, эти ППЛА, они будут контролировать вот эту серую зону. И таким образом они будут через эти летательные аппараты бомбить ненужных лидеров, да, а нужных оставлять, и этот поток будет двигаться в нужном направлении. Не надо специально их, понимаете, организовывать и так далее. Это новый тип войн, когда, понимаете, не происходит вторжений, а используется местный ресурс, и его накачивают деньгами. Вот скажем, Ближний Восток, возьмем Сирию, да, сирийский правильный. Там, смотрите, использовали столкновение почве суннитов и главенствующих алавитов, да, религиозные столкновения, суннитов, шиитов. Таким образом, внутри гражданская война началась. Использованы деньги нефтяных олигархов Катара и Саудовской Аравии. Потому что у них свои внутренние, знаете, соперничества, внутриарабское соперничество. Саудовская Аравия хочет главенствовать, Катар тоже сейчас. Таким образом, используются их деньги, а, скажем, пушечное мясо, этот биомусор, берется из Афганистана, из территории, вот, граница с Пакистаном, и вербуется, понимаете, со всего Ближнего Востока. Запад ничего не теряет. Используются же арабские деньги против самих же арабов. И, понимаете, они перебрасывают внутри городов. Невозможно использовать армию. Понимаете, они внутри населения находятся. Совершенно новый тип войн. Поэтому мы должны переосмыслить всю стратегию. И, в принципе, я думаю, что единственный способ нам каким-то образом сохранить безопасность Кыргызстана, это интенсивные консультации в рамках ОДКБ и переосмысление военной доктрины. Я думаю, что это очень тревожный звонок, то, что происходит на южных границах. И я думаю, что наша элита, она должна понять еще одну вещь. Понимаете? Вот мы строим капиталистическое общество, рыночное общество. Но, понимаете, когда ты строишь рыночное общество, и в голове у тебя прибыль, какой может быть патриотизм? Кто пойдет в погранвойска, когда можно поехать, молодому человеку с юга, да, поехать в Россию или в Казахстан и заработать себе на дом и на хорошую жизнь без всяких унижений. А здесь, получается, на голом патриотизме зарплата 10 тысяч сомов, полный рекорд, понимаете, там, и дедовщина. Соответственно, да, никакого престижа идти в армию нет. Нет, если, ну, есть же такая пословица, если ты не кормишь свою армию, ты будешь кормить чужую армию. Вот мы к этому сейчас приходим. Понимаете? Нашу границу будут охранять российские войска, когда мы войдем в таможенный союз. Но, видите, у нас есть время еще где-то год-два, ну, по прогнозам, вхождение в таможенный союз. Соответственно, вхождение в таможенный союз – это вывод американской базы. Соответственно, вот этот год будет использоваться для дестабилизации ситуации. Потому что вхождение Кыргызстана в таможенный союз и появление на границе российских пограничников уже выводит Кыргызстан из геополитической игры. Понимаете? Поэтому мы уходим полностью под российский зончик. Поэтому этот год будет очень жарким, я думаю. Простые граждане, они по-своему судят политику. На самом деле политика не оперирует такими понятиями, как месть. Знаете? Интересы. Интересы. Помните, есть такая фраза? У Британии нет друзей, нет врагов, а есть вечные интересы. Вот есть интересы Узбекистана. Нет, понимаете, для Каримова то, что произошло с узбеками на юге Кыргызстана, он и сам озвучивал. Понимаете, это не наши узбеки. Это совершенно другая ментальность. И фактически она могла дестабилизировать сам узбекистан. Испорченные узбеки, да? Да, дестабилизировать узбекистан, потому что они заражены, они поели шоколад под названием «Свобода». И они могут испортить тех узбеков, которые сидят в авторитарном режиме. Поэтому это очень опасные узбеки поцелуи. Другое дело, что когда шел конфликт там на юге, я не думаю, что узбеки активно, узбекские спецслужбы играли активную роль в этом конфликте на юге. Но Каримов приглядывался. Если начнется демонтаж Кыргызстана, внутренний демонтаж в результате разборок Бакиевских и так далее, внутренняя гражданская война, то таким образом должны были войти части Махмуда Худайбердыева. Понимаете? Воспользоваться. Это называется, знаете, подкладывать под чужой костер поленье. И китайская стратагема поймать овцу легкой рукой. На руку падает готовый, понимаете, регион. Они хотели воспользоваться. Но я не думаю, что узбеки заинтересованы в дестабилизации. Юга Кыргызстана, им же и хуже. Конечно, нет, 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 ни в коем случае. Другое дело, что, я думаю, что верно то, что произошло с СОХом, Узбекистан ни в коем случае не заинтересован в том, чтобы Кыргызстан и Таджикистан заняли единую позицию по проблемам гидроэнергетики. И вообще по всем позициям, понимаете. Потому что если Узбекистан, если у Таджикистана и Кыргызстана появится рычаг, водный рычаг к Узбекистану, то тогда все. Узбекистан не станет гегемоном в Центральной Азии. При этом, я думаю, что это попытка стравить таджиков. И то, что остальные СОХцы напали на это село Хушьяр, которое всегда используется для дестабилизации. Так же, как я сказал, Катар используется на Ближнем Востоке. Понимаете, берется фокус-группа, используется. Вот такие есть, да? Да, в России Чечня была использована. Пока россияне не нашли полевого командира Хадырова, одну из противоборств сторон. И его не поставили во главе Чечни. Он же тоже полевой командир.